Саляму алейкум ва рахматуллах и баракату. Бисмиллах, ахамду лиллах, салату вассаламу аля расуле лиллах. Дорогие братья, я рад вас видеть после продолжительных, после довольно-таки продолжительной паузы, в связи с поездкой, несколько лекций, занятий проводил вам Салимжан Хазрат. Хазраты должны меняться, чтобы они от вас не уставали, и вы от них не уставали. Поэтому про поездку тоже несколько слов потом скажу, иншаллах. Причины прощения грехов. И у нас с вами 20 декабря был урок. И Саиду листыгфар, если я не ошибаюсь, мы с вами прошли шарх. Значение, смысл Саиду листыгфар, то есть господин всех истыгфаров, как посланник Аллаха, салату вассалям, это назвал. То есть это самый лучший вид просьбы о прощении грехов. И это в хадисе пророка, салюху алейсалям, в сборниках имам Аль-Бухари, имам Ахмад, Аль-Наса и так далее, который передал нам Шаддет ибн Аус. И, по-моему, мы с вами целый урок посвятили, вот именно шарх разъяснения вот этих слов. Потому что очень важно, я еще раз повторяю, очень важно понимать, что мы говорим, что мы делаем. Потому что иногда мы много говорим, иногда мы довольно много делаем. И намазы, и духа читаем, и науафель, другие дополнительные молитвы, и фарс-намазы сопровождают всю нашу жизнь. Так ведь? Но, к сожалению, вот эта ценность, ценность поклонения и афар уль-ребята, то есть афар, влияние, влияние, именно поклонение твоему сердцу, твоему иману, к сожалению, иногда, может быть, не то, что уменьшается влияние, а может быть, и совсем нет, отсутствует из-за того, что мы перестаем понимать, что мы говорим, что мы делаем. Что мы говорим, что мы делаем. То есть это очень важно, очень важно. Даже когда мы готовимся к намазу, когда мы берем тахарат, мы идем в мечеть, мы заходим в мечеть, мы встаем перед Аллахом, слышим азан и хамад, слышим тагбиратули храм, который говорит имам, и за ним мы это повторяем, то есть хьям, рукух, суджуд. Это очень важно понимать. И понимать те зикры, которые ты говоришь. И вот почему мы посвятили целый урок, значению Саиду-ли-Стигфар, что означает Аллахуна, Анта-Робби, кто вычел, нет Саиду-ли-Стигфар? После 20-го числа прошло больше месяца. То есть это самый лучший вид Истигфара. Вот я сколько раз видел листочки, особенно это популярные среди наших бабушек, любимых, да? Салават и Кабира называется. Это самый большой салават, самый великий салават написано. Там на две страницы, ну, короче, один раз прочитаешь, освобождаешься от пяти намазов, можешь у разу не держать. Вот пусть Аллах меня простит за эти слова, да? Ну, наверное, пророк не знал этот салават. Он все время говорил нам, даже перед смертью говорил, не оставляйте намаз, 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 намаз. Так ведь? То есть почему он не научил нас этому салавату, раз он был такой, так ведь? Раз бабушки наши знают. Поэтому, во-первых, это, конечно, сказки. Невозможно прочитать одну молитву и освободиться от пяти намазов, от уразы и так далее, и так далее. Во-первых. Во-вторых, самый великий вид салавата, то есть салават – это молитва за нашего пророка. Это где? Это во время намаза. Это самый лучший вид. Аллахума, который во время ташахуды мы читаем, не может быть лучше и величия салавата, чем вот это. И вот здесь то же самое. Это самый лучший вид просьбы о прощении. Это тот вид, которому у нас научил пророк Саласа. И сказал, что это есть сайидуль истегфар. Это господин всех истегфар. Это самый лучший вид истегфара, которым ты можешь обратиться Аллаху. Поэтому, если хотите обращаться к Аллаху наилучшим истегфаром, выучите это. Выучите это. И никто не может ни придумать, ни сочинить более величественные слова истегфара, чем было неиспослано нашему пророку Саласа. И чему он нас научил. Поэтому лучше не может быть истегфара. Поэтому хотите обращаться к Аллаху с самым лучшим истегфаром, выучите этот истегфар. И практикуйте, потому что послание к Аллаху Саласа сказал утром и вечером. Так ведь муклинан. То есть, кто произнесет эти слова утром, муклинан, то есть, будучи убежденным своим сердцем в этих словах, понимая смысл каждого слова и проводя все это через сердце, если в течение дня он покинет эту жизнь, иншаллах он будет в раю. Если он это сделает вечером и в течение ночи он покинет этот свет, то он будет в раю. Поэтому истегфар. И очень важно понимать то, что мы говорим. Следующий вид истегфара, хотя это уже не истегфар, но это те формы, те примеры истегфара, которые использовал кто? Наилучший пример для нас. То есть, «Ла хадакяна лякум фи расули ляги усватин хасана». «Воистину для вас в посланнике Аллаха был наилучший пример». Поэтому никто, ни один там арабский поэт, никто, ни один писатель не может сочинить более лучшие слова, чем, мы не говорим, сочинил пророк, чем, чему научил Аллах своего пророка. Потому что вот эти все, вот эти все слова, мольбы, обращения к Аллаху, послания к Аллаху, он это все получил от кого? От своего создателя. От своего создателя. Поэтому посланник Аллаха сказал, «Уллимту», «Уллимту», «Я был научен». То есть, кто его научил? Аллах научил. «Биджава ми'ль калим». То есть, собранием слов, то есть, сливками слов. Посланник Аллаха, он просил очень коротко, он говорил коротко, но в его коротких словах, в его коротких предложениях, в его коротких текстах были спрятаны огромные, огромные знания, огромные значения. Поэтому то, что мы с вами можем сказать через 20 слов, он мог это говорить через два слова. И в другом хадисе, где посланник Аллаха сказал, что это его особенность. То есть, Аллах дал ему несколько особенностей, которые вот только у него есть. И одна из этих особенностей, Аллах научил его, чему? «Джава ми'ль калим». То есть, это избранные слова. Это сливки слов. Ничего лишнего нет. Даже когда мы сами дуга делаем, особенно мы хазраты, любим говорить, мы там можем много лишнего сказать. Иногда там во время ашларда люди устают уже, когда он закончил. Уже «Амин, амин, амин», говорят уже. У нас это есть, потому что мы люди. Мы ошибаемся. Мы сами придумываем. А пророк, савасалям, он не говорил от себя. Все, что он говорил, это было от Аллаха. Поэтому вот поймите, в чем разница, в чем разница между теми словами, которые мы с вами говорим, и между теми, которые посланник Аллаху, савасаляму использовал. Поэтому, конечно, те дуа, те мольбы, значения вот этих дуа, которые использовал пророк, савасалям, и то, что говорим мы с вами, со своими словами, это разница огромная. Поэтому очень важно, даже если, когда вы говорите, обращаетесь к Аллаху своими словами, да, очень важно значение вот этих слов брать из дуа пророка, савасалям, потому что он говорил самое лучшее. Следующая дуа, это уже, следующая истигфар, это уже у нас Бухари-муслим, который передает Абу Муса, ради Аллаху ам, где посланник Аллаха, савасаляму сказал, Аллахумма, о Аллах, то есть посланник Аллаха, самый лучший из всех созданий, он обращался к Аллаху следующими словами, истигфар, и спрашивание прощения, Аллахумма, о Аллах, игфирли, прости мне, хо-ты-эти, ва-джа-гали, мои ошибки, которые я совершил, ва-джа-гали, и мое невежество, потому что очень часто люди, они совершают ошибки, они спотыкаются, они совершают, погружаются в грехи, из-за чего? Из-за непонимания, из-за недооценивания чего-либо, из-за незнания чего-либо, из-за того, что для него неправильно дошла информация, или он неправильно это понял, то есть это невежество, поэтому посланник Аллаха, саллилалей, сказал, о Аллах, прости мне, мои грехи, ва-джа-гали, и мое невежество, конечно, мы больше должны просить, потому что в нас невежества очень много, ва-исрафи фи-эмри, посланник Аллах, саллилалей, продолжает, также прости мне, мои исрафи, то есть мои исрафи, это преступление, особенно мы говорим это по отношению к самому себе, то есть фи-эмри, в моих делах, то есть прости мне мои преступления, где я переступал границы, да, в моих деяниях, фи-эмри, в моих деяниях, ва-мя-энта, а-ля-му-би-хи-мин-ни, и прости то, что ты больше меня знаешь, потому что иногда у нас есть такие грехи, их много, которые мы даже не знаем, где-то мы что-то там сказали, да, где-то что-то мы совершили, куда-то мы на кого-то посмотрели, и по невежеству, или там по другим причинам, мы даже что, по слабости, мы даже это не заметили, но грех мы совершили, слово мы сказали, что-то мы совершили, так ведь? И это Аллах знает, Аллах это видел, Аллах это знает, а мы иногда можем и не знать, поэтому иногда вот это как раз, когда мы просим у Аллаха прощения за наши грехи, нужно просить не только за те грехи, которые мы знаем, мы просим у Аллаха прощения за те грехи, которые он знает у нас, поэтому и то, что ты больше знаешь о них во мне, то есть в мои греха, поэтому мы просим все, за все грехи и прощения, Аллаху ма гфирли хатай, О Аллах, прости мне мои ошибки, уа амди, то есть это то, что умышленно делается, то есть мы просим у Аллаха, то есть идет уже расклад, посланник Аллаха очень часто и во время суджуда, мы это знаем, он, когда просил у Аллаха прощения, он подчеркивал, он прямо разделял, разделял, то есть и большие грехи, и малые грехи, и то, что я совершил, то есть не скрывая явно и то, что я скрыл, то есть вот он прямо-прямо обозначал каждый-каждый вид греха, и вот здесь идет уже расклад, Аллаху ма гфирли, О Аллах, прости мне мои ошибки и мои, то, что я совершил по ошибке, иногда мы просто ошибаемся, иногда мы поддаемся, так ведь, а иногда мы совершаем умышленно, поэтому, О Аллах, прости мне мои грехи, которые я совершил по ошибке, и те грехи, которые я совершил умышленно, я совершил что-то, понимая, что это грех, а что-то не понимая, поэтому и это прости, и то прости, также прости мне те грехи, которые я совершил шутя, очень часто люди погружаются в очень серьезные грехи, просто шутя, посланник Аллаху салу салям сказал, иногда человек может промолвить одно слово, и это слово в судный день может загнать его на семь земель вниз, то есть, из-за одного слова человек может понести такие наказания, поэтому, когда посланник Аллаху салу салям, взяв за руки своего сподвижника, Муази бен Джабеля, когда он давал ему наставление, он давал, он сказал ему это, то, 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 и в конце он сказал, то есть, я скажу тебе в итоге, в конце, собрав все, что я тебе сказал, то есть, подытожив, он сказал, держи свой язык, обуздай свой язык, и тогда он спросил, неужели мы понесем наказание, люди понесут наказание судный день, даже за то, что они говорят, и он сказал, горе тебе, горе тебе, сколько людей понесут наказание именно за свои языки, поэтому, иногда люди шутят, и шутя, они погружаются в ложь, в обман, а когда ты ему говоришь, брат, нельзя лгать, нельзя обманывать, а он говорит, так я же просто шутил, посланник Аллаху салу салам сказал, я гарантирую, я гарантирую рай, а дом в раю тому, кто оставил ложь, даже когда он шутит, посланник Аллаху салу салам тоже шутил, он улыбался, он шутил, но он никогда не обманывал, даже когда шутил, поэтому, мы говорим, о Аллах, прости меня мои грехи, то, что я совершил по ошибке, то, что я совершил умышленно, и то, что я совершил, Даже когда шутим, то есть обман. Иногда что может быть? Мы можем посягать на его достоинство, на честь человека. Мы шутим, подшучиваем, и мы его оскорбляем. Мы издеваемся над ним, мы обижаем его, мы ущемляем его права. То, что касается его чести, его достоинства, его имя, его фамилия, это свято харам. Мы не имеем права посягать на его гордость, на его честь и достоинство. Поэтому человек иногда через шутки может посягать на это. А это запретно. Так ведь? Поэтому мы говорим, о Аллах, прости мне те грехи, которые я совершил, шутя, ваджидды, и то, что я совершил всерьез. Ва куллю залика, и все это, о чем речь? Обо всех грехах. То есть мы уже делаем итог. И все мои грехи, которые я совершил по ошибке, умышленно, шутя, всерьез, мы признаем. И это все есть у меня. Все это мое. Мы говорим, это все мое. О Аллах, я признаю все это. Очень важно, и на том уроке мы с вами говорили, очень важно, чтобы добиться настоящего покаяния, искреннего покаяния, очень важно понять, признать свои грехи. Это болезнь многих людей. Когда начинаешь им говорить про покаяние, что нужно делать талбе, что нужно делать истилфар, просить у Аллаха прощения, многие просто не понимают, зачем. Особенно люди, которые далеки пока от мечети, далеки от намаза. Пусть Аллах даст нам всем наставления и дает прямой путь. Многие не понимают. Просто зачем? Зачем просить у Аллаха прощения? Даже когда им говоришь, например, во время Курбан-Байрама, делайте жертвоприношение. Некоторые говорят, а зачем? В чем смысл? Ну, смысл понятно. Есть то, что там бедняков надо кормить, их радовать, да, это другое. А что касается меня? То есть Аллах прощает тебе грехи. И он не понимает. Ну ладно, понятно, прощает грехи, да. Им этого недостаточно. Потому что почему ты не смог его заинтересовать прощением грехов? Да потому что он не видит этих грехов. Он их не видит. Он думает, что он безгрешный ангел. Так ведь? От нагабр раз в неделю садаха 100 рублей оставит Бабаеву в мечети, Бабаеву дуга прочитает и все. Там уже почти Аллах перед ним долгу. Так ведь? Поэтому очень важно, чтобы добиться искреннего покаяния, нужно признать, что все эти грехи мои во мне. Поэтому мы говорим, все это во мне. Аллаху ма гфирли ма каддамту ва ма аххарту. Продолжаем. О Аллах, прости мне то, ма каддамту, то, что я совершил прежде. Ва ма аххарту и то, что я совершил позже. То есть мне прежние грехи прости и поздние грехи. Ва ма асрарту ва ма ааленту. И прости мне те грехи, которые я скрыл. То есть я совершил скрыто, потому что в каждом из нас есть как скрытые грехи, которых не видно, которые, если Аллах даст тебе тавфит, ты увидишь, и которые, конечно, Аллах видит. И ва ма ааленту, и те грехи, которые я совершил явно. Есть явные грехи, есть скрытые грехи. Мы просим у Аллаха прощения, чтобы Он простил нам как скрытые, так и явные грехи. И вот эти слова, они очень часто повторяются. Даже вот когда во время суджуда, вспомните, надеюсь, вы выучили это, мы это несколько раз уже повторяли. Что во время суджуда, во время намаза, посланника Аллаха, когда совершал падл ниц перед Аллахом, вот этот суджуд, когда это наиболее близкое положение, наиближайшее положение раба к своему Создателю, вот в это время надо просить у Аллаха, просить, и особенно вот истилфар, там это есть. То, что я совершил прежде и позже, и то, что я совершил скрыто и явно. Ты, мы говорим Аллаху, тот, который что-либо ускоряет, то есть приближает что-либо, и ты тот, который что-либо отдаляет, то есть отодвигает, и ты над всякой вещью мощен. То есть Аллах всесилен, и Он над всякой вещью мощен. Вот это есть второй вид истилфара, который использовал наш любимый пророк, салюллаху алейхи ва салям. Третий вид, пример, третий пример, тут, наверное, не вид, а примеры, да? Третий пример, это уже Равагу Тирмиви, сборника имама Тирмизи от Абу Хурейра. От Абу Хурейра, ради Аллаху ангу, ученые, хадис-советы сказали, что это хадис хасан, то есть истинад хороший, хороший, потому что до этого были бухари, муслим, сахих, достоверный, но хороший хадис, с хорошим истинадом мы тоже используем, так ведь? Где постанник Аллаха, салюллаху алейхи ва салям, сказал, Аллахум магфир ли дэнби, о Аллах, прости мне мои грехи, мой грех, ва вассиа ли фи дари, ва вассиа, то есть расширь, увеличь ли мне фи дари, то есть в моей обители, то есть расширь мне мою обитель. И вот обитель, дэр, это можно перевести просто дом, жилище, так ведь? Но здесь ученые говорят, что здесь речь идет, как жилище этого мира, так и жилище вечного. Потому что, Когда мы Аллаха просим, в Коране есть дуга, так ведь? О Аллах, дай нам фиддунья хасана, благо, как в этой жизни, и в вечной жизни. Мы просим у Аллаха и дуга за эту жизнь, и просим дуга и за вечную жизнь. Поэтому в этом ничего нет плохого, мы должны, а в чьих руках дунья? В Аллах, поэтому у кого просить надо? У Аллаха. И поэтому ученые говорят, когда посланник Аллаха, салюллаху алейхи ва салям, говорил и учил нас говорить вот эти слова, то есть расширь, увеличь мне мою обитель. Здесь речь идет, как в этом мире, то есть даже некоторые говорили, что здесь речь идет о спокойствии сердца. Спокойствии сердца. А что касается могилы, то есть мы знаем, что могилы являются они, то есть могилы это сад из садов рая, из садов рая. Поэтому это то место, где человек будет пребывать после смерти до судного дня, пока он не предстанет перед Аллахом. Поэтому могила, хотя многим нам кажется, что это очень такой короткий промежуток времени, очень маленькая, но те наши бабушки, дедушки, братья и сестры, которые умерли сто лет назад, они уже сто лет в могиле живут. Так ведь? Те, которые умерли тысячи лет назад, они уже тысячи лет в этой обители. То есть это барзах. Это жизнь, которая, она отличается от той могилы, которую мы видим, куда мы опускаем наших усопших. Это другое, другое. Поэтому мы просим у Аллаха, чтобы он дал, он расширил нам нашу обитель, как в этом мире, так и в барзах, в могиле. Уабарикли фи ризки. И завершение. Посланник Аллаху С.С. говорил, и дай мне баракет, баракет, то есть благодать, благословение, фи ризки в моем уделе. В моем уделе. То есть это тоже очень важно. И, кстати, баракет в риске, в жизни, баракет в жизни напрямую зависит от чего? От прощения наших грехов. То есть то, что Аллах предписал, предопределил для него, его жизни, он это получит. Сколько Аллах дал ему риска, лет, здоровья, детей, семью, он это получит, иншаллах. Потому что Аллах Тагаля это предопределил. Но получит ли он от того, что Аллах ему предопределил радость, счастье, почувствует ли, это уже зависит от его деяния. Это зависит от его деяния. Потому что мы, мусульмане, то есть это наша акида, мы уверовали в то, что все, что Аллах Тагаля нам дает, имеет две части, две составные части. Первый, это вот то, что Аллах тебе дал, это твоя жизнь, это твое здоровье, тело, это твоя семья, жена, муж, это твои дети, это твое знание, диплом, высшее образование, это твой железный конь, это твой дом, это твои друзья. Вот все, что Аллах тебе дает, это первая часть. А вторая часть, это барракет, который дает нам что? Радость от этой вещи. Если Аллах Тагаля, то, что Аллах нам предопределяет что-то, если Он пожелает, чтобы то, что Он для нас предопределил, приносило нам радость и пользу, Он дарит нам вторую часть. Это барракет. Он не посылает барракет в том, что было даровано нам. Барракаллаху лякумя, ва баррака алейкумя, когда братья и сестры женятся, выходят замуж, мы говорим, барракаллаху лякумя, пусть Аллах даст вам барракет. Когда рождается ребенок, мы говорим, барракаллаху ляка, фи льмау хубеля, или фи льмау хубятеля, пусть Аллах барракат тебе даст в том, что было тебе даровано. Или в дочери, или в сын. Поэтому то, что тебе Аллах предопределил, Он тебе даст. Но если Аллах пожелает, чтобы вот это приносило тебе радость, Аллах тебе даст барракат. Если Он не хочет, не желает по какой-то причине, а если Аллах не пожелал дать тебе барракат, или лишил тебя барракат, значит на то была причина. Потому что Аллах, он не залив, он не тиран, он справедливый, и он лишает кого-то бараката по справедливости. Поэтому Аллах не лишает тебя детей иногда, Аллах может оставить тебе твою красивую, умную жену, или красивого, умного мужа оставит сестре, но он лишает только бараката, он забирает баракат. И в итоге то, что вчера приносило или должно было приносить радость, пользу, начинает приносить одни беды и страдания. Поэтому вот значит баракат, он лишился баракаты. И очень важно вот как раз понять нам, что совершая грехи, Аллах лишает нас баракаты. То есть Аллах не лишил нас жизни, мы живем, но радости и счастья от этой жизни нет. Почему? Жизнь-то она есть, а бараката нет. Семья она есть, но она не приносит тебе радости, потому что бараката нет. Машина, конь у тебя есть, но ты не видишь пользы, или машина, я не знаю, или ломается, или еще что-то, да? Бараката нет почему-то. У тебя есть там, не знаю, бизнес, у тебя есть работа, у тебя есть зарплата, деньги приходят и куда-то уходят. То есть ты не видишь пользы. Почему? То, что предопределил, ты получаешь все. Ты пока не получишь, не умрешь, не переживайте. Как один из праведных предшественников говорил, когда, говорит, я понял, что тот кусок хлеба, который предопределил Аллах мне, никто никогда не сможет съесть. Я, говорит, успокоился, потому что никто его не съест, говорит. Вот поэтому то, что Аллах тебе предопределил, его никто не заберет, не переживайте. Но из-за твоих грехов, из-за слабости твоей богобоязненности, из-за каких-то причин Аллах лишает тебя баракаты. И вот как раз сегодня, дорогие братья, мы живем в то время, когда у нас есть все, но нет баракаты. То, что у нас есть, не приносит нам радость. И, аль-хамду-ля, это причина того, что многие люди приходят в мечеть, находят путь к Аллаху, потому что они понимают, что, оказывается, невозможно все решать деньгами, невозможно все решать там властью. Оказывается, вот даже то, что ты там заработал, то, что у тебя на руках, но не приносит ничего, кроме страданий и бед, да, вот это некоторых, многих толкает на то, что они приходят все-таки в мечеть и находят истину. По милости Аллах. Поэтому, вот, «О Аллах, прости мне мои грехи» в начале мольбы, и в конце, «Вабарик лифи рисхи, дай мне баракат в моем риске». То есть, в моем уделе. Это взаимосвязано. Чем меньше у тебя грехов, тем больше баракат придет в твой дом. Вернется даже, а не придет. Баракат вернется. Чем больше грехов, тем баракат уходит. Поэтому, говорят же, баракат даже небольшой удел делает каким-то большим и значительным. А отсутствие бараката, отсутствие бараката, даже какой-то большой, казалось бы, значительный удел, да, он или же убавляет, или же просто его сходит на нет. Потому что нет бараката. Нет бараката – нет пользы. И вот понять это очень важно. И вспомнил случай, когда еще в Нижнекамске работал, пришел один хазрат. Он больше меня знает, умнее меня, маша Аллах. И говорит хазрат, говорит, что-то, говорит, у меня зарплата маленькая, может, что-нибудь надо подумать, может, там какую-то нагрузку мне дадите. А я как раз сижу, готовлюсь к вагазу, про баракат. Я думаю, дай-ка я потренируюсь на нем. Я говорю, садись, говорю, давай, хазрат, я тебе сейчас вагаз расскажу. Ну, он же пришел вопрос решать, куда он сейчас ленется. Сел, такой слушает. Я говорю, знаешь, вот, есть, говорит, я говорю, вот, каждая вещь состоит из двух частей. Есть сам удел, а есть баракат удел. Я говорю, понимаешь? Да, да. Говорит, ну, он больше меня учился, Сабханава. Я говорю, вот, и начал ему про баракат рассказывать, хадисы, аят, он все слушает, слушает. А ему надо зарплату решать. И вот, и в конце я говорю, знаешь, вот, говорю, баракат, когда, говорит, я говорю, даже маленький, незначительный риск, если придет много бараката, он тебе покажет таким большим, таким значительным. И столько ты пользы от него получишь. Машаллах, думаю, это, говорю. Говорю, а если, говорю, даже тебе Аллах даст много-много удела, то, что он тебе предопределил, но если Аллах лишит тебя бараката, Сабханава, сколько бы, хазрат, у тебя не было денег, зарплаты там, если бараката не будет, знаешь, ты даже не почувствуешь, как оно придет и уйдет. Понимаешь? Он такой, да, понимаю. Я говорю, ну, вопрос есть. Я же сейчас надеюсь, что это там, ну, зарплаты ему хватает, все нормально. Он говорит, хазрат, говорит, просто одно, говорит, примечание есть. Я же говорю, он умнее меня. Я говорю, какое? Ну, вот эта, говорит, зарплата, она такая маленькая. Там, говорит, даже баракету сесть некуда, говорит. Если бы, говорит, там хотя бы немножко больше была бы она, там и баракета больше, говорит. Поэтому это проблема сегодняшнего дня. Вот нет баракеты. Вот думает, если сегодня я зарабатываю 50 тысяч, вот, а если бы я вот 100 тысяч зарабатывал бы в месяц, да, вот я бы вот в два раза лучше жил бы. Оказывается, не получается. А тот, кто зарабатывает 100 тысяч, он думает, а если бы я 200 тысяч, вот поймите, тот, кто зарабатывает 200 тысяч, он думает, что ему лучше 400 тысяч зарабатывать. Потому что, ну, баракет нужен. Конечно, это никак не надо понимать, что давайте зарабатывайте 50, хотя можете 100, да. Вы 100 зарабатываете, а 50 сюда принесите. Не мне, вы, мельчаете, мадрася, да. Поэтому никто не запрещает, но вы должны понимать истину, что без баракета, да, компенсировать отсутствие баракеты просто увеличением суммы, цифр, да, невозможно, невозможно. Ну, это нереально. Поэтому баракет, тема баракета, она очень важна сегодня, особенно, когда много удела. Следующие, ну, это вот короткие получаются. Аллаху маагфирли дзанби, ва вассиагли фи дари, ва барикли фи риски. Идем дальше. Равахут табарани, мухаддисы сказали, что есть снят хасан, хороший. От Абу Умама, радуяллаху анху, где передается, что посланник Аллаха, саламу, обращался к Аллаху следующими словами. Аллахум маагфирли дзануби, ва хатая кулляха. О, Аллах, прости мне мои грехи и ошибки при грешении. Кулляха, все, все. Аллахум маан аишни. То есть, о, Аллах, оживи меня, оживи мое сердце, оживи мое душу. Ваджбурни. Ваджбурни можно перевести просто как заставь меня или исправь меня. Но все-таки ученые говорят, то есть, ваджбурни, если, Аллах, ты, например, лишил меня удела, то исправь это. То есть, ты верни мне удел. О, Аллах, если ты лишил меня спокойствия, то есть, оно было и оно ушло, то исправь мое положение и верни мне мое спокойствие. Вот поэтому, исправь мое положение, вот в таком значении. Аллахум маан аишни, ваджбурни, то есть, исправь мое положение, ваджбурни и наставь, направь меня лисалихил амали вал ахлят. То есть, направь меня, наставь меня к праведным деяниям. То есть, дай мне тауфит, дай мне возможность, научи меня и направь туда, где праведный деяние. То есть, дай мне возможность совершать праведный деяние вал ахлят и к праведным нравам. То есть, нрав мусульманин, очень важно, да. И воистину, я признаю, что никто не может наставить к праведным деяниям и праведным нравам никто, кроме тебя. И никто не может защитить от дурных дел и от дурных нравов никто, кроме тебя. То есть, мы признаем, что когда мы просим у Аллаха тауфит в праведных делах, возможность, чтобы Аллах направил нас, научил, внушил наши сердца, чтобы мы совершали благие деяния и были обладателем благих нравов, мы признаем, что только Аллах может дать тебе благой нрав и возможность совершать благие деяния. И никто не может спасти тебя, отвезти от тебя, отдалить тебя от чего? От дурных дел и от дурных нравов. Илля энд, кроме тебя. Поэтому это тоже очень важные слова, которые имеют глубокий смысл. Это хасэн, да, равахут табарани. Идем дальше. Сахих, достоверный снад. Равахуль хаким. Равахуль хаким. Также имам Ахмад, Абу Дауд, Тирмиди, Ибн Сунни и так далее. От кого? От кого? Что-то я не могу найти. Посланник Аллаха, саллиллаху алисаляму, сказал, «Инна Аллаха ла я'джебу минал абди, ида куаля». «Воистину Аллах удивляется». Вот люди удивляются, да? Аллах удивляется. Аллах удивляется своему рабу, то есть его поступку, его словам, когда он говорит. Значит, если он удивляет Аллаха этими словами, значит, это действительно достойные слова. Достойные слова. Который говорит, «Ла илляхе, илля ант». «Нет божества, илля ант, кроме тебя». «Инни кода золен ту нафси». «Воистину я проявил несправедливость по отношению к себе». Как человек может обидеть себя, как человек может проявить зулем несправедливость по отношению к себе? А нарушая запреты Аллаха, то есть совершая грехи. Человек совершает грех, нарушает границу Аллаха, и этим самым он лишает себя риска, радости, спокойствия души. Дальше идет наказание Аллаха, гнев Аллаха и так далее. То есть получается, он, совершая грех, он проявляет несправедливость по отношению к себе. Поэтому «Ла илляхе, илля ант» – «Нет божества, кроме тебя». «Инни воистину я под озолен ту нафси». «Я проявил несправедливость по отношению к себе». То есть «Я совершил грех, и этим самым принес вред себе». «Фагфир ли дзунуби» – «Прости мне мои грехи». «Иннаху ла ягфиру дзунуби, илля ант» – «Потому что воистину не может их простить никто, илля ант, кроме тебя». «Никто не может простить мне мои грехи, кроме тебя». И когда раб говорит эти слова, Аллах отвечает на его слова. «Абди гарафа». «Анна лэху раббан ягфиру ваю акиб». «Мой раб понял, признал, знает, что у него есть Господь, который прощает и который наказывает». То есть Аллах может простить, а Аллах может и наказать. Поэтому мы просим, понимая, что за эти грехи мы можем понести наказание, и это вполне справедливо. Но мы знаем, что еще Аллах прощающий, и поэтому мы надеемся на его прощение. И вот эти слова, они вызывают удивление Всевышнего Аллаха. Следующий хадис «Сахих Раваху Абу Дауд Тирмизи» от Али, где посланник Аллаху салам, приводятся его слова. «Робби гфирли, ватуба алейя». «О Аллах, прости мне и прими мое покаяние». «Иннека анта таввабуль гафур, воистину ты тот, который принимает покаяние, и тот, который прощает». То есть, вот эти формы, эти примеры истигфара, это все есть. Аль-хамду лилля, это те слова, которые использовал наш пророк салам. Следующий. Это уже у нас, получается, Ибн Маджа передал от Ибн Умара Сахих. Идем дальше. «Раваху Ахмад, муслим Ибн Маджа», где посланник Аллаху салам говорил «Куль, скажи». «Скажи, Аллахум ма гфирли, О Аллах, прости меня, вархамни, и не спошли на меня свою милость». То есть, смилостивайся надо мной. «Ва афини, ва афини». Вот очень часто посланник Аллаху салам повторяет, использует две разные слова. Два слова, да? То есть, Аллахум ма гфирли, Аллах, прости мне. То есть, что означает «игфирли»? То есть, я совершил грех, вот он, грех, он записан, все, он есть, он никуда не денется, и в судный день его поставят, вот этот грех поставят на чашу весов, и он будет решать мою судьбу. Так ведь? В раю я буду или в аду, Аллаху салам. Вот грех есть, но мы говорим «Аллаху ма гфирли». О Аллах, прости, то есть сотри. Прости и сделай так, чтобы этого греха больше не было. То есть, получается, мы просим Аллаха прощения, чтобы он стер нам этот грех. Все, его нету. Нет. «А афини», хотя «афун», по-татарски мы знаем «гафуиту». Так ведь? Это тоже прощение мы понимаем, но значение все-таки отличается. Каждое слово имеет все-таки свой смысл. Вот «афун», что такое «афун» среди людей? Человек нанес тебе вред, и он достоин какого-то наказания. И вот «гафуиту», когда ты прощаешь его, что значит «гафуиту», да? «гафуиттелер», да? То есть, ты избавляешь его от наказания. Ты говоришь, не надо его наказывать. Все, ты его «гафуиттел», избавил его от наказания. Хотя он должен нести за это наказание. Вот поэтому, когда мы обращаемся к Аллаху «ва афини», то есть, Аллах, прости меня, то есть, сотри мои грехи, да? Чтобы их не стало, а ты прощающий. «ва афини», то есть, получается, «О Аллах, спаси меня от бед, страданий за мои грехи». Получается, «О Аллах, спаси меня от бед, от разных фитн, смут, от наказаний и так далее, и так далее. «ва афини», то есть, вот так мы все-таки должны понимать смысл, да? «Аллаху мауфирли», прости меня, «вар хамни», не спошли на меня свою милость, с милостью выше надо мной, «ва афини», то есть, «спаси меня от последствий грехов, от бед, страданий». «вар зукни», дай мне мой удел, дай мне мой удел, «фа иннаха уля'и таджмау ляка дуньяка ва ахирата». И посланник Аллаха, саламу, сказал, «Вот эти слова соберут для тебя как твою мирскую жизнь, так и твою вечную жизнь». То есть, вот эти слова, они собрали в себя смысл твоего счастья, как в этой жизни, так и в последующей. То есть, «Аллаху мауфирли», «если Аллах простит тебе твои грехи», «если Аллах не спошлет на тебя свою милость», «если Аллах спасет тебя от бед, страданий» и так далее, и так далее, «если Аллах даст тебе твой удел», вот эти четыре вещи обеспечат для тебя счастье как в этой жизни, так и благополучие в вечной жизни. Это хадис в сборниках «Муслим» «Имам Ахмад и Беннаджа». И последний, да? Нет, еще два коротких. Следующий хадис, это у нас Бухари, муслим, имам Ахмад, Тирмизи, Ан-Насаи и Беннаджа от Ибнаджа, где посланник Аллаху, салву салву салям, сказал, скажи, «Аллахум ма инни золям ту навси, зульмен кафиран». О, Аллах, воистину, я совершил несправедливость по отношению к себе зульмен, кафиран». То есть мы прямо подчеркиваем, То есть многочисленными несправедливостями, то есть не только одну несправедливость, а много-много, то есть у нас много грехов. И воистину никто не может простить грехи, кроме Тебя. И последний хадис, это уже Бухари-муслим, термидий от Аиша, супруга нашего пророка, Аиша, передает, мать правоверных, где посланник Аллаха сказал, То есть посланник Аллаху, когда умирал, он выбрал Рафикуль-Агля, то есть для себя спутников, самых пророков, самых великих, чтобы он был с ними, Рафикуль-Агля, чтобы он дал им возможность встретиться с ними. Он выбрал вечную жизнь. Вечную жизнь, это уже хадис Бухари-муслим. И вот, наверное, на сегодня все. Иншаллах, в следующий урок мы начнем потихоньку изучать особенности тавбе, покаяния, истилфара, в чем разница, какие разницы, иншаллах. И пусть Аллах даст нам возможность, иншаллах, собраться на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok